Приветствую вас и ответ на ваш первый вопрос, который вы задаете. Да, может мужчина обращать внимание на других девушек, может даже испытывать к ним влечение, вот, если это нормальный человек, да, то есть если чувство нормального, если независимость, если не, прям вот, знаете, растворение в отношениях, да. Соответственно, нет, не у всех, в основном у зависимых, созависимых людей, а такого не бывает. Не бывает такого и у тех, кто чересчур идеализирует свою вторую половинку, не бывает такого у тех, кто чересчур нуждается во второй половинке, то есть, так или иначе, нездоровые отношения. А в здоровых отношениях, где присутствуют независимые, где присутствуют, как бы, взаимные уважения, там это, в принципе, вполне возможно, и там это не воспринимается как личная угроза. Я думаю, что имеет смысл вам, что не прислушаться к ответу Кудрячева и Игоря Леонидовича, которые говорили о том, что это ваша привозность, что это ваши проблемы, ваша неуверенность в себе и ваша ревность, которые пресекают из ваших личностных проблем. Ну вот, понимаете, какая история. И эти личностные проблемы нужно решать, понимаете, вот. Эти личностные проблемы нужно решать вам, понимаете, свои, вот. И я думаю, что только тогда ваши отношения будут выстраиваться гармонично. Как бы, эээ, искать проблемы в себе, а не в других, понимаете. Исследовать в первую очередь себя, а не пытаться понять других. Понимать себя и иметь гармонию в себе, что ли, а не искать этого у других, понимаете. Брать на себя ответственность за обеспечение безопасности своей, собственной, а не ждать, что вам дадут ее другие люди. Вот это взрослое поведение. Вы же хотите быть единственной для своего мужчины и считаете, что сексуальное желание, оно напрямую связано с чувством любви. Но для многих мужчин, в силу их психологических особенностей, секс и любовь – вещи разные. И вам это следует учитывать. Безумная любовь – это всегда страсть влюбленных, что не может длиться вечно. Потому что я бы рекомендовал вам смотреть на перспективу. Вот это все. Понимаете? То есть как бы тот путь, который вы выбираете сейчас, путь попытки понять другого, но не себя. Вот этот путь является негативным, деструктивным для вас. Вот. Поэтому, опять же, как сказал мой коллега, да, вот я даже его ответ прочитаю. Значит, вы считаете, что все мужчины одинаковые реагируют как роботы предсказуемые и поддаются контролю. То есть вы действительно считаете, что все мужчины должны быть одинаковыми. Да, вам этого и хотелось бы, потому что так вам спокойнее. Но это ваше спокойствие. Это ваша безопасность. Понимаете? Далее. Это рассказ о вашей тревоге. О попытке понять, как вам относится мужчина. Я бы сказал, что это не обязательно рассказ именно о тревоге. И о том, это о тревоге, да, но это не попытка понять, как относится мужчина. Это скорее попытка обезопасить себя. Да. Вот так. Ладно. Это попытка именно себя обезопасить. Потому что вы не чувствуете себя в безопасности и вы ревнуете. Вы воспринимаете как личное оскорбление то, что у мужчины может возникнуть, значит, ну, чувство. Влечения. Чувство влечения к другой девочке, например. Вот. Что для вас это что-то негативное, для вас это что-то болезненное, для вас это что-то прямо очень такое, знаете, неприятное. Вот. И поэтому у вас как бы вот есть потребность в этом, чтобы узнать. Вот. Ну, а, соответственно, это неуверенность в себе и ревность, которые и нужно с вами прорабатывать и раскрывать. Исходя из этого, то нет. Давайте подумаем. Какая ваша конечная цель в отношениях? Какая ваша цель? Чего вы хотите? Хотите? Хотите ли вы выстраивать гармоничные здоровые отношения? Или вы хотите мужчину, ну, например, подчинить, допустим, себе? Или вот как-то еще что-то. То есть определитесь со своими целями. Понял. И исходя из своих целей, давайте будем как бы устраивать вашу стратегию поведения. Вот. Потому что если цель у вас, например, быть счастливой, да, то то, что вы делаете сейчас, это прямой путь в обратную сторону. Если у вас есть цель быть в отношениях, то это значит, что отношения для вас чересчур важны. А это значит, в свою очередь, что вы боитесь остаться одна или пытаетесь добрать от других людей, в частности, от любящего мужчины, то, чего вам не хватает. Понимаете? Ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, по сути, вопрос ребенка, это детский вопрос. Понимаете? Этот вопрос говорит о том, что меня тревожит что-то, меня что-то тревожит, но я в этом не признаюсь, да, я об этом не говорю, ну, мне либо стыдно, либо что-то еще. Вместо этого я вот хочу просто узнать. Поэтому, с точки зрения психологии, лучше сразу обращаться непосредственно к корню проблемы. Вот и все. Понимаете? Какая история. На этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.